Разгадать тайну письма трехвековой давности и побывать на Камчатке предлагает музей имени Арсеньева, запуская конкурс совместно с Камчатским краевым объединенным музеем при поддержке губернатора и правительства Камчатского края. Возможность бесплатного путешествия есть у каждого, кто посетит выставку «Судьба командора» Камчатской экспедиции Витуса Беринга в музее Арсеньева. Эта выставка партнерская, она основана на дружбе между двумя регионами, музеями двух регионов, с правительством Камчатского края, с губернатором Камчатки Владимиром Викторовичем Солодовым. То, обсуждая, что же могло быть наградой, возникла мысль о том, что вообще-то сама Камчатка регион почти мифический для многих. И, наверное, аксиомой является то, что почти каждый мечтает хотя бы раз в жизни там побывать. Четыре зала выставки «Преодоление. Новое столкновение и память» расскажут о службе Витуса Беринга в России и камчатских экспедициях, которые он возглавлял. Посетители смогут увидеть редкие экспонаты, обычно находящиеся в разных уголках нашей страны и собранные теперь, чтобы рассказать одну большую историю. Среди них подлинные предметы, найденные во время археологических раскопок на месте лагеря Витуса Беринга на Командорских островах. Например, серебряный крестик одного из участников отряда Беринга. Также впервые за много лет будет продемонстрирован ленточный доспех «Воина интельмена» из коллекции Музея истории Дальнего Востока. Сколько пришлось преодолеть этим бесстрашным героическим людям во время их камчатских экспедиций, которые позволили открыть им для России и для всего мира, в том числе и Камчатку, и пролив, который позже назвали Берингов пролив. Нам очень, конечно, приятно, что эта выставка пользуется большой популярностью среди жителей города Владивостока и гостей Приморского края. Неизведанный полуостров в XVIII веке стал точкой отправления для экипажей Витуса Беринга и Алексея Чирикова, которые следовали северную часть Тихого океана. Авачинская бухта, на берегу которой находится Петропавловск-Камчатский, впервые была описана и нанесена на карту во время первой камчатской экспедиции Беринга. Именно отсюда пакетботы Святой Петр и Святой Павел отправились в поисках берегов Америки и пролива между материками. Во время экспедиции Берингу приходилось решать массу проблем. Об одной из них и написано в письме 1726 года, которое конкурсантам предстоит расшифровать. Нужно будет разобрать шрифт, нужно будет понять, из каких букв вообще эти слова состоят, а дальше поработать со словарем, поискать аналоги. И поскольку текст небольшой, в принципе, за посильное время, месяц, который отводится на эту работу, попробовать составить понятный, читаемый текст с транскрипцией на современный русский язык. Камчатка – это достойная награда за такой нелегкий, но интересный труд. Победитель откроет для себя заповедный край с уникальной природой, своими глазами увидит Авачинскую бухту и знаменитые вулканы. Те, у кого получится разгадать, расшифровать письмо, уникальный исторический документ, получат возможность приехать на Камчатку, воочию увидеть Петропавловск и представить себя на месте Витуса Беринга. Ждем вас всех на Камчатке и желаю успехов в разгадывании загадок прошлого. Вглядывая сквозь века, трудно, пожалуй, даже невозможно осознать до конца величие подвига участников экспедиции. Витус Беринг сумел справиться с грандиозной задачей, не нарушил присяги и с достоинством принял свою судьбу. Думал ли он о своем величии? Вряд ли. Велик ли он? Да. Напоминаем, что прием заявок на конкурс проходит до 3 марта 2022 года. Анна Дьякова, Илья Тишкин, Новости на Восьмом.